К другим темам. Социальное сиротство проще предотвратить, чем бороться с его последствиями. Эта проблема стала главной темой заседания рабочей группы по вопросам семьи, материнства и детства при главном федеральном инспекторе по Кировской области. Подробности в материале Виктории Волковой. Дети-отказники сегодня одна из самых острых социальных проблем в России. Врачи, соцработники, органы власти и общественность пытаются каждое по-своему ее решить. Так, например, общефедеральный партийный проект «России важен каждый ребенок» развивает Институт внутреннего усыновления. Еще один проект «Право на маму» – детище общественной организации «Дорогой добра» поддерживает семьи с детьми-инвалидами. Но пока разрозненные действия не дают должного эффекта. Главный федеральный инспектор по Кировской области Фердуис Юсупов считает, что всем ведомствам необходимо объединить усилия для решения общей проблемы. По цифровым показателям отдельные есть проблемы у нас в области. Но это должно решаться как на уровне нашей рабочей группы, так и на уровне правительства. И только лишь совместное решение позволит нам обеспечить реализацию неких программ, которые сегодня существуют. И первый шаг в этом направлении, по мнению Фердауиса Юсупова, предупреждение социального сиротства. По статистике, молодые мамы отказываются от новорожденных чаще всего из-за плохого материального положения. Большинство из них рождают ребенка вне брака или будучи в разводе с отцом. Еще одна причина отказа от ребенка – плохие жилищные условия. Доля детей, оставшихся без причинения родителей, в Кировской области еще остается достаточно высокой. Мы эту проблему знаем, и не секрет, что большинство детей и сироты, к сожалению, при живых родителях. По словам первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Матвеева, еще одно важное направление в профилактике социального сиротства – активная работа с будущими мамами. Необходимо обращать внимание на условия, в которых она живет. В настоящее время только в учреждении здравоохранения состоит на учете 4138 семей и 6165 детей, которые находятся в социально опасном положении. К этим детям выезжают активно врачи-педиатры участковые, медицинские сестры расшляют активное посещение. И в целом, как отмечали все участники встречи у главного федерального инспектора, нужно менять в корне само отношение к проблеме социального сиротства – психологические и общественные установки. Так, например, органы статистики сегодня фиксируют только количество детей, которых забрали из семей. А надо говорить о том, скольких вернули и скольким семьям помогли стать благополучными. Ну а по итогам заседания Департаментом социального блока было дано поручение разработать систему мер по поддержке родителей, которая находится в так называемой группе риска. Также, возможно, в нашей области будет создана единая межведомственная служба ранней помощи семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Виктория Волкова, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.